Я никогда не пишу сценарий Всем привет, это Золаня, друзья. Сегодня у нас вторник, время пол второго. Вот время я теперь могу вам показывать. Можно всегда показывать вам время, пока не сломается. Сейчас нет дождя, который шел у нас, я не знаю, надеюсь меня слышно, потому что ветер. Порыв ураганного ветра сейчас бывает, но вы не поверите, он такой теплый. Сейчас всего лишь где-то 19 градусов, но они по ощущениям настолько теплые, когда дует этот сильный ветер, он прям теплый. Смотрите, вода с дождя. А это все дождевая вода с гор. Море будет мутным и грязным, пока дожди идут. Дожди шли у нас. Я вот ночью не засек, во сколько оно началось. А, да, вчера же я не пошел на маяк. Немножко прогулялся и пошел в сторону дома. Только я захожу домой, идет, начинается тут же дождь и довольно сильный. Кстати, мне повезло, что я вечером смог погулять. Вот. И вот с тех пор был дождь, до обеда вот практически. А сейчас даже, сейчас вот слева домов не будет, я вам покажу, даже солнышко пробивается. Но по всем, по всем прогнозам сейчас должен идти дождь сплошняком прям до завтра. Так что, ну, хотелось бы, чтобы он закончился. Чтобы пойти еще потом погулять куда-нибудь, сейчас сказал, 5. Но, вылета была столько жидкости, приходили опять предупреждения. Кстати, у меня не было в этот раз. Но по Алане людям приходили смс-ки от МЧС. Чтобы будет какой-то там код, я не помню по цвету, он там, этот уровень опасности. Очень много воды. Наверное, ветра тоже, я думаю, из-за ветра, скорее всего, предупреждали. Но сейчас его нету. А периодически дует прям такой ураганный ветер. Сейчас, друзья, очень тепло. Вы знаете, сейчас даже если идти, я думаю, в футболке и в шортах, если бы я шел, я бы не замерз бы. Потому что, ну, реально, ну, по ощущениям, как будто 22, сейчас не меньше. А многие прогнозы показывают, что сейчас вообще 13 градусов. Это чушь полная. Потому что сейчас 18-19, ну, это по градусникам, да? Солнышко, вон оно. Вон оно. Чуть-чуть сейчас ярче светило, а сейчас оно заточка. Хорошо, что нет дождя. Это радует. Привет, а ты что, уже пришел? Ой, а я же Таня сказал, что без пяти можно приходить. Сейчас я минут через семь где-то буду. Подхожу. Сейчас я вам еще раз покажу. А, нет, не покажу. А, нет, покажу, да. Это место всегда случайно в него попадает. Покажу, как правильно использовать то, чем вы пользуетесь неправильно. Сейчас, момент. Наугад всегда, когда иду, попадаю на них. Ну, раз четвертого же я это вижу. Это авокадики можно купить. Авокады крупные, 20. Вот, смотрите, вы поняли, о чем я. Как нужно правильно использовать. Пусть вам станет стыдно за то, как вы их используете. Смотрю туда, в сторону. Наверное, нельзя сказать, что в сторону Конаклэ, а в сторону гор он идет. Там вдалеке, в сторону гор идет туча такая, там на синее. Фух, честно, я не мог подумать, я думал одеваться. Я действительно посмотрел, там покажут 13-14 температура сейчас воздуха. Думаю, е-мое, там, наверное, так холодно. Я просто сейчас в шоке вот от этого тепла. Фух. Хочется все поснимать, реально. Ладно, о погоде я вам рассказал. Это видео выставили, вдруг будут дожди. Я больше ничего не смогу сегодня, если поснимать, то... Значит, так оно должно быть. Хотя, если не будет дождя, то еще куда-то сегодня сходим. Я уже заскучился за маячком. Не был в порту уже 2 или 3 дня. Потому что дожди, дожди, дожди. Краситель с горды, жить в море. Глиняный краситель. Тут еще больше, чем было днем, когда был, друзья, вышел. Вышел, не было дождя. Только прошел буквально минут 10-15, все, опять дождь пошел. Без 26 время. Больно тепло практически так же, как было днем. Иду, у меня жарко в свитере, в куртке. Ну, дожди, в общем, час есть, час нет. Или полчаса есть, полчаса нет. Как-то так вот чередуется оно все. Ну, пока ливней сильных нет, это радует. Может быть, успею куда-то пройти. Пока повезло, дождь закончился. Сейчас мне кали надо зайти. Бегемотика, сейчас будем кормить всю твою компашку. Привет. Ты такой мокрый был вечером, я приходил вчера, пойдем кушать. У нас тут много стало. Видимо, они узнали, что Ромка стал приходить. Уже тут постоянно с ним еще трое. А то одна была. Сейчас всем дам кушать. Да, бегемотик, как дела? Замахал дождь, да, скажи? Замахал дождь нас. Такой красивый, кушистый такой хвостик. Я что-то хвостик, на. На каком-то фронте хвостик потерял. Кушистый. У них какой. Мощный. Ты домашний, наверное. У тебя кто-то кормит. Не мощный, да. Ты красивый, деда. Кушай, кушай, я пошел. Я такого мощного еще не видел без хвоста. Фух, жарко мне реально было. Сейчас, хотя начинаю тоже температура падать постепенно. Так, иду сейчас, Калин, надо зайти мне на минутку. А я случайно, видишь, вышел. Вчерашнего ты облизываешься? Тебя тут кормят возле магазина. Вчерашнему другу вышел, а его сегодня не видно, кстати. А, там люди есть, он с ними, наверное, они еще не закрылись. Это на ночью приходить его развлекать. Это он возле двери, ему скучно. Улица 25-ая. Так, где у меня джима-пазары? Можно чуть левее в Чадаш. Фух, опять вот не знаю, рискнуть или нет, пойти к маечку. Честно, заскучился уже за центром, за портом. Я там три дня, наверное, не был. Ой, там просто дожди нарисованы сплошняком. И причем не 0,9, а там и 3 миллиметра, 7 миллиметров осадков. То есть дожди нарисованы капитальные. И на все-все-все время до утра. Так что, вот даже не знаю, сейчас до Али дойду, а потом подумаю, бегать ли на маяк. Смотрите, вот ХТ Моглой, мужик с бородой. Здесь слева гарантий банк, он тут один в этом районе. Там Пегасус, он билеты на самолеты. Там от Башкента, до Башкента тут еще пройти, конечно, немножко. И вот сюда мы вниз прям идем. Хотел сказать, мы выйдем прям, не, не уверен, что выйдем прям на то здание, которое уже возле Чадашкундура. Где-то в этом районе выйдем. То есть 25-я улица, очень просто дойти все равно. Спрашивайте, утобус стейшн, утобус, утобус. Джума Пазара, она называется так автостанция. А, это я вначале иду. Чтобы попасть было в магазин, надо было еще левее. Это мы с правой платформой, платформа, которая ближе к Конакхан магазину. На Конакхан, где автобусы, мне левее надо. Чуть-чуть влево разогнался, чуть не проскочил. Так, ну что мне точно скажет, будет дождь в ближайший час или нет. Хух, а уж если пойдет ливень, я буду на маяке. И сноугуд. Так, я надеюсь, или баба не ушел еще. И хауренький. Что-то у них как-то подозрительно все закрыто. Не, ну они должны еще. Должен еще здесь быть, это не от дождя. Но они уже закрываются, наверное, потому что делать, собственно, уже нечего вечера. Какую погоду, тем более. Может, али нет, я даже не знаю. О, али здесь. Али здесь. Либо баба, собственно, я уже видел сегодня. Видео, друзья, кто не видел, мы видео делали буквально 2-3 дня назад. Хороший обзор сделали первого этажа, а на второй мы не дошли. Так что посмотрите обязательно. Прямо интересно. Привет, Ромка. Он говорит, что это перлоплатиным, кому надо за кожей мехами. Обращайтесь к ним сначала по контактам. Уточняйте, будут ли они, когда вы к ним собираетесь. Потому что сейчас он тут по улице работает, по улице закрыта. Чайдаш работает, перлоплатиным не работает. Вот они сидят, не сидят допоздна и могут вообще даже иногда не открываться. Так что обращайтесь. Напоминаю, что скидки, скидки очень большие сейчас. И... Ну, такого лета мне будет таких цен на кожу меха, как сейчас. Конакхан у нас тоже закрытый. Так, ну что, рискнул я. Бегу в сторону маяка. Я не знаю, стоит это делать или нет, но рискну. Главное не пожалеть по тому, что я пошел на маяк. Ну, надеюсь, все будет нормально. Если дождь пойдет, то он будет не сильный, и мне зонтиков хватит. Самое главное, что тут нет грязи, нет огромных луж. Ну, практически нет. Есть места, конечно, где лужи есть, но... Так вот, здесь безопасно можно ходить, тут луж нет. И... Да, один из факторов, за что я очень люблю Турцию. За то, что тут нет грязи. Когда идет дождь, даже у тебя чисто. И штанины сзади, даже все закидываете, как я, до пояса ногой в воду. Как вспомню, как это было дома. Идешь весь грязный, штанины сзади грязные. Вот этот дождь, блин. Людей довольно немало. Но сейчас час пик, сейчас все идут с работы, с учебы. Там много машин по всем улицам, в принципе, людей немало по Ататюрку, пока дождя нет. Мне хочется его будить, но у меня тут нет никакой еды. Сейчас он сам и слышит на меня. Как сладко спит наш самокатенький. Привет! А тут снится тебе, что я пришел с ужином, да? Самокат. Пойдем на свет, пойдем. Красавчик, видишь, я же пришел, да, в такую погоду, да, 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 хвостик. Сейчас кушать, боже. Вы слышите? Вкусная еда? Слушайте. Вкусная? Кушай, кушайся. Боже, он так разговаривал, все, я не буду тебе мешать. Куда я зашел еще? Привет, Косик. Я знаю, ты добрый. Привет. О, я понял, куда я зашел. Мне кажется, здесь не было естественно. Прикольно. Он так разговаривал, просто так сильно. Вон, вон, вон. Я говорю, вкусная еда. Вон, вон. Обалдеть. Не поверите, друзья, шли два парня. В смысле, кто меня знает, тот поверит. По улице, по вот этой. Вот я шел, идут навстречу два парня. И кашляют истерическим кашлем. Вот знаете, как туберкулезники кашляют уже перед смертью, наверное. Это просто кошмар. Я обошел, я нырнул туда в двор, я не пошел навстречу. Тут только шоколи прихожу, говорит, Зейнаб заболел. Боже. Кто-то все шутит с этих всех вирусов. Кто кого-то потерял, тот все понимает. Сейчас челлендж. Выживите. Через 10 лет посмотрите, сколько на планете останется населения. Те, кто смеялся, уже у многих возможностей не будет, к сожалению, посмеяться. С того, что я в маске хожу в помещениях и так далее. А где? Где наш фонтанный? По закону жанра обычно, когда тот есть, и это должен быть. Хорошо, что не холодно, нет ветра. Днем, конечно, потеплее было, но все равно сейчас теплее, чем было, когда я гулял здесь дня три назад. Сейчас гораздо теплее. Класс, это у меня такая релаксирующая прогулка, когда я иду по улицам, и нет вообще никого. У меня максимально идет перезагрузка, максимально релакс. Обожаю просто гулять, когда никого нет. 5 лет у меня, друзья, было. Да спасибо всем за поздравления. Как один день все пролетело. Знаете, вообще просто в голове не укладывается, что 5 лет я уже здесь. Кто хотел из вас, посмотрел мои первые видео, как я вылетал из Одессы. В Турцию, Валайню. Ну, как бы на месяц перезимовать. Как этот месяц растянулся он теперь. И вы даете вопросы, наверное, на тех, кто новенькие. Вот, вы даете вопросы, как я выбирал. Первый, это канал Анастасия Шоу. У меня Настя когда-то сказал, сколько я буду жив, сколько я буду тебя встречать. Столько я буду говорить тебе спасибо за то, что показывал Аланию, в которую я влюбился заочно. Такое бывает нечасто. Такое бывает нечасто. В данный момент, но тогда, 5 лет назад, я заочно благодаря каналу Анастасия Шоу влюбился в Аланию и начал ее узнавать. Еще канал там один был, Дыхание Мира, по-моему, название. Все, не ошибаюсь. И все, об Алании очень мало было информации. Второе, я влюбился где-то года два назад заочно в Батуми. Я так и не был в Батуми замечательном, но, надеюсь, я обязательно еще попаду, когда закончатся все вирусы. Надеюсь, что это когда-то закончится, хотя мало уже в этой вере, если честно. Отрядный аппетит. Вот, что на корма мало, конечно, маяк это емое. Вот, и как я выбирал, ну, во-первых, вот, как я уже сказал, понравилось то, что показывает Анастасия. Ну, естественно, я тоже видел, что вне сезона Алания спокойная, без людей. Ну, вот как сейчас. Такая она была в 19-м и до 19-го. И потом, когда я прочитал где-то в соцсетях, что русскоязычные писали, что если вы хотите тусить, ну, всю зиму, тусить, веселиться, вам в Анталию. А если хотите повеситься со скуки зимой, то вам в Аланию не была максимальная цель, максимально убежать от людей вообще, чтобы родную речь не слышать вокруг, чтобы вообще никого не было, чтобы были одни, скажем, иностранцы, да. Да, правда, потом я был шокирован, когда попал первый раз в Махмутлару, увидел турка, только через пару десятков русскоязычных людей. Это меня немножко тогда огорчило. Но, тем не менее, по сравнению с Анталией, конечно, это тихо и спокойно. Хотя я Анталию люблю, я Анталию обожаю. Я, в принципе, только начал ее изучение, можно сказать, вот из-за этих всех пандемий у меня это все застопорилось в изучении Анталии. Я бы с радостью поехал бы там, пожил пару неделек или даже больше. И ходил бы, гулял, изучал. Но, надеюсь, это все еще впереди. Вот. Так, идем напрямую, чтобы быстрее было сюда. И потом, буквально через года полтора, сюда приехали все. Просто все. Я, наверное, был тоже одним из тех, кто... На самом деле, знаете, вот эти все блогеры, которых вы смотрите, даже те, кто меня ненавидит. Эти все, у кого там уже десятки и сотни тысяч подписчиков, друзья, они все смотрели меня. Откроем секрет. Все они меня знают. Только некоторые делают вид, что не знают, куда мимо проходят. Ну, они же блогеры, куда мне до них, блин. Боже, кроссовочки. Спасибо, что у меня непроницаемое такое впечатление. Боже, вступил я, ты мне обойдешь, я ее не видел. Вот. И многие из этих блогеров, они все тоже сюда рванули после того, как увидели мои видео. Многие кучи людей, я знаю, которые здесь купили по две, по три квартиры. Люди, которые очень богатые, купившие здесь дома, тоже благодаря моим видео. Вот. Я не претендую на огромное количество подписчиков, оно мне не надо. Я претендую на то, что на моем канале самые адекватные люди. Я не корчу мордовым, как делают блогеры эти, многие. Не кривляюсь, не кривлю душой, а такой, как я есть. Из-за этого от меня отписывайтесь периодически. Кто-то отписывается, потом опять подписывается. Те, кто разделяет мои позиции максимально, мы с вами на одной волне. Мне не надо ни сто тысяч подписчиков, ни миллион. Хотя, да, это приносило бы деньги, но... Но. Мне неровно хватает даже. На те комменты и угрозы меня побить, убить, мне хватает. И с таким количеством подписчиков. Так, ну, спасибо, господи, иметь много подписчиков. Вот. Так что всем адекватным людям со мной такое философское отступление. Кс-кс-кс. О, вспомнил про Катюню голос, которая... Кс-кс-кс-кс-кс. Услышишь, приходи. Кс-кс-кс. Пока нет дождя, я здесь. Набережная пустая, друзья. Просто пустая. Вот. И что я мысль свою к чему вел? К тому, что я был один из тех, как многие блогеры, которые потом почти сразу после меня приехали. Тоже известные каналы, вы их знаете. Они потом рассуждали, что, господи, это ж мы виноваты, что Алания стала похожа на муравейник, что сюда приехали все. Это ж мы. Мы это все делали, мы показывали, мы хвалили. Сантиметров семь где-то глубина, если не десять. Честно, друзья. Не впитывает вода. Видите, земля не впитывает воду. Так ее много. Вот. И вот это ж да, я, в принципе, можно сказать, что был одним из тех. Да, видео мои там были. Вот так вот ходил, снимал. Не было стабилизации, не было камеры. Это нормально. Но, тем не менее, каждый находил что-то, потому что видосов про Аланию было мало. На то время, когда я ехал, была Настя, была Юлия Дурмас. Ну, у Юлии тогда больше была тема недвижки в основном. То есть, Юлию, в принципе, тогда не смотрел. Я ее видел, но я ее не смотрел, потому что, ну, недвижка мне неинтересна была. Вот. Потом, когда я Юлию встретил, я сразу даже не понял, кого я увидел. Я спросил, а нет ли у вас канала, девушка? Вот. И была... Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Анастасия, вот так, Анастасия, Юля и Катя в Турции жить. Катя где-то на... Не на полгода, а даже меньше, по-моему, чем на полгода. Или на полгода где-то примерно раньше меня она сюда приехала тоже. Катю я, правда, узнал уже, когда сюда приехал. Когда смотрел, потом мы познакомились с ней. Ну, кстати, да, на вопрос сразу, чтобы не спрашивали заранее. С Катей общались только в... В 19-м, может быть, 20-м году. У меня в день рождения как-то ходили, где-то там встречались. И... И все. Потом я... Я просто Катю не видел. Вот такое, знаете, тут всех видишь, вот все встречаются. Может из-за того, что она в Махмутларе, потом они стали ездить. В машине. Кстати, я больше не встречался, не общался, в принципе. Вот. Анастасию давно не видел. С Юлечкой общаемся. В принципе, чаще, чем со всеми, наверное. Вот такая вот маленькая экскурсия в истории. Видите, вот парень с короткими рукавами идет. Но, кстати, более-менее тепло. Я не могу сказать, что прям жарко. Ну... Не, ну не в футболке, конечно. Ходить сейчас явно не в футболке. Никого тут нет, потому что дождь, дождь. А что, ну то есть, то нет. То есть, никто сейчас не рискнет сюда идти. Потому что неизвестно сейчас, когда пойдет дождь, и какую силу он будет. Хух. Опять наснимал себя на монтаж. Все. Включусь. О, привет. Привет. Да. Включусь где-нибудь бежит мальчик. Кот, который хитрый, всегда за мной бежит, просит вторую кучку. Там насыпал, он летит с вами голову за мной. Туда не забудь вернуться. Малая кроссформа. Нет, он, блин, второй кучу требует. У нас только бедный голодный, видимо. Сейчас маячок выбежит голодный. Сейчас сомневаюсь, что под дождем много рыбаков было. Хотя, в принципе, рыбакам дождь не помеха, наверное. Рыбакам ничто не помеха. Так, наверное, в море есть штормик, растут у нас такие волнения. Хотел сказать, тут никого нет, нет, кто-то есть. Он на маях, люди там идут, но пару человек буквально все. Так, конечно, никого, даже котеные не выходят мне на встречу. Где-то они спят в уютных лодках, наверное. Майчок! Майчок бежит. Привет! Голодная, наверное, у меня икурочка для тебя есть. Привет! Дядя, дядя, я три не видел. Привет! Ну, пойдем, пойдем подновесик куда-то. Вдруг, дочь, пойдешь, у тебя там корм остался. Идем подновесик. О, и это пришла подруга. Так, ну, рыженька, где-то, выйди рыженька еще. Там романтики, которые дождя не боятся. Парень с девушкой турецкий. Слышите, штормик, не пойду наверх, буду убегать, потому что надо мной белая. Вот на Клеопатрии сейчас в сторону Канаклы и в сторону открытого моря небо обычное. А здесь оно темное, а здесь тучи белые вот надо мной. Быстро надо выйти с этой зоны, а выйти с нее не получится. Ведь из полукруга вам ходить. Майчок довольно голодный. Нет, рыжий. Там море просто не видно вам будет. Сейчас без подсветки нет смысла туда лезть, чтобы показать вам шторм. Вы его не увидите. Друзья, я много рассказывал о каналах. Ну, немного, я рассказал только о тех, кого как бы... Кто-то мне был близок, с кем я заобщался, знакомился. Нет, знаком нас и общался, то я с большим количеством. Я хочу сказать, просто не пишите в комментариях название канала, пожалуйста. Потому что я, у меня такой принцип, я допускаю только упоминания на моем канале о тех, кто не боится упоминать обо мне. Потому что у меня было много примеров. Мне зрители такое рассказывали, что волосы дыбом. Как у блогеров этих крутых, многих, аланийских. Чуть ли не пена у рта и бешенство начинаются, когда кто-то упоминает обо мне. Хотя я к ним нормально вполне отношусь, ко многим из них. Поэтому я не буду никого упоминать на своем канале. Поэтому не пишите, я буду удалять комментарии с названиями канала. Про Анастасию пишите, пожалуйста. Про Юлечку Дурмас пишите. Это те девчонки, которые постоянно меня показывают. И показывали, и показывают. А, да, я же тебе кусочек урочки еще ставила. Напомнила. Да, 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 малышка. Мама тебя бросила, или я не знаю, где твоя мама делать вместе с Рыжей. Мама, я тоже исчезла. А то они вдвоем ходили. И папы твоего нет. То есть у меня Пушкина не было. Я понял, что люди во всем ищут какую-то выгоду, какой-то смысл. У всех какие-то интересы. Все видят каких-то конкурентов, которые отберут зрителей. Отберут какие-то деньги мифические, которых тут, по сути, нереально заработать на Алане. Даже если у тебя хоть 100, хоть 200 тысяч подписчиков, в принципе. Что-то, ну, можно на жизнь заработать. Но, опять же, сейчас, когда санкции, это все, то даже те, кто что-то получал. Хороший день. Ну, разве что миллионник. Или хотя бы 200-300 тысячник должен быть, чтобы что-то более-менее заработать на Алане. А так эта тема такая, знаете, она сезонная. Люди посмотрели, уехали. Все блогеры сидят без денег. Большую часть года. Вот. Так что, не знаю. Я со всеми людьми готов был. Был открыт для общения, для диалога с любыми приехавшими сюда и начавшими снимать видео. С теми даже, кто гордо бьет себя в грунт. Там кричит. Мы блогеры. Мы первые в Алане. Мы первые. Кстати, таких много. Кто именно называет себя первым. Первыми в чем? Первыми почему? Ну, это к ним вопрос. Никогда не. Чтобы понять, кто первый был, просто надо посмотреть, кто когда. Выпустил первое видео про Алане. Как и надписи, комментарии. Когда пишут. Ага, ты содрал. Там те сделали обзор магазина. И ты сделал обзор магазина. Пишу, роднуля. Ты посмотри, когда я первый обзор магазина сделал. Сколько лет назад. И когда они сюда приедут. Валерные твои обзорщики. Очень много хейтеров. Очень много бывает. Пишут даже. Ну, я это знаю. Не буду сейчас тоже. Есть один канал, который. Ну, я так думаю, что это они сами. Потому что у них там семья большая. Они сами делают другие регистрации. И они пишут мне, типа, как. Типа, как не они. И они. Ну, ладно. Не буду это. Я рассказывал уже тем, кто меня знает. Очень много есть неприятных людей. Как и живущих здесь. Так и снимающих. Ну, каждый выбирает. Поскольку людей сейчас. Ну, как я считаю. Сумасшедших больше, чем нормальных. Поэтому ничего удивительного нет. Чем более сумасшедший канал. Тем больше там подписчиков. Да? Вот. Да. И этот хитрец еще раз вышел. И сейчас я не удивлюсь, что он за мной еще раз побежит. Кушай, котика. А то он у тебя все съест. Любит он бегать за мной. Фух. Жарко. У меня спина вся мокрая. Классная погодка. Я не буду. Не-не-не. Все. Финиш. Мне же карты потом не пустят по моим улицам. Там еще идти. Сколько у меня корма все закончится. Сейчас еще посмотрим. Тут может быть. Тек, кстати, дождя нет уже около часа. И люди стали, видите, выходить гулять. Кстати, вторая уже пара. По-русски слышал, разговаривал. Там девчонки пошли тоже на маяк. Хочется верить, что холоднее уже не будет. Очень хочется в это верить. И все жду, не дождусь, когда реально днем будет снова как можно теплее, чтобы можно было пойти на Клеопатру, постоять в море, померить температуру воды своими руками. Надеюсь, в течение недельки мы дождемся это. Ну и тема Ютьюба. Давайте еще пару слов. Все время спрашивайте, что я смотрю. Друзья, конечно, я не смотрю Олонийский канал. Зачем мне их смотреть, если я здесь? У меня времени нет кино, любимое посмотреть порой. Месяцами. Или неделями. Поэтому. Нет, выборочно я могу, что там у Юли Дурмас выходит видео, что-то могу посмотреть там. Но тоже не все, не все видео. И в общем Ютьюбе, что я смотрю. Я любил когда-то своим ходом канал. Я не мог без него жить. Кс-кс-кс. О. Кривее. Кс-кс-кс. Кривее. Даже меня не узнаешь. Сейчас я редко смотрю своим ходом. Даже очень редко, друзья. Что я иногда могу посмотреть. На. Кс-кс. Ну, можно, он может вытворять все, что угодно. Но я знаю, что он человек очень хороший, именно как человек. Поэтому иногда его смотрю. Но это не часто бывает. Шапика я смотрю, потому что Шапик путешествует и показывает. В той же Турции он показывает места, которые, ну, скажем так, куда мы с вами не ездим. Плюс он безбашенный, он забирается реально в такие, в такие экстремальные места красивейшие, природные. Что такое мало кто показывает. Ну, собственно, как и Виталия своим ходом. Вот. Шапика иногда. Так, чтобы сказать, какой-то канал, чтобы у меня был, которого я жду с нетерпением выхода видео на нем. Друзья, такого нет, честно могу сказать, откровенно положу руку на сердце. Кумира у меня нету. Их быть не может за мои, за мою долгую жизнь. Многие считают, что я намного моложе, чем на самом деле. Поверьте, я знаком с очень многими интересными людьми, о которых вы даже не мечтали вообще рядом с ними быть. Очень со многими общался, общаюсь. И у меня вот это вот слово кумира, оно отошло от меня очень-очень давно. Наверное, это очень давно, несколько десятков лет назад. То есть у меня не может быть кумира ни в чем. Это касается любых звезд. Потому что я еще в 15 лет узнал все, что они обычные люди. Я понял это, я узнал. У меня был доступ ко многим. Вот. Поэтому о каких-то еще... Блогеров считать звездами, это уже точно не про меня. Ну, это так глобально масштабно. А так вы знаете, конечно, как я рад был увидеть Виталю с Лизой. Тогда, когда несколько лет реально на них под силой несколько лет их смотрел. Еще с самого начала, когда их вообще знать никто не знал. Вот тогда они были, знаете, такие... Моцик здесь. Ой, Хасан здесь. Тогда они были такими вот, скажем так... Не для всех, да? Вот они были для продвинутых. А потом они спопсились. Вот так можно сказать. Все с музыкой, с разными. И они стали более... Ну, как все, чем-то. Ямур. А что они дома? Хом? Селиться им. Там, да? А, панда? Да, панда сидит. А, все. Все, я к шуму, Лара. Пандачка спит там. Вот. А ну, знаете, каждый канал интересен, наверное, до тех пор, пока люди... Пока у людей не превращается это в заработок. Когда делается это все от души и совсем без денег. То есть, кто начинает делать канал не для того, чтобы заработать. А просто вот... Потому что душа лежит к этому, да? А потом, когда идет вот уже... Вау, зеваем. А потом, когда идет уже рубило о денег, оно, знаете, у многих все становится. Это я не говорю про своим ходом, нет. Про своим ходом я просто сказал, что они стали более попсовы. Это так вот, в общем. Конечно, я их все равно люблю. И здесь еще увидимся. Мы в тот раз не увидели. Когда они в Алане были. Я думаю, что они еще не раз здесь будут. Вот. Я не понял. Я же насыпал еду, а что ты за мной? Бежишь и мяукаешь. Не-не-не. По две кучки не получится этот вариант. Где? Теть, вот еда твоя. Смотри. Все, ешь, давай. Она за мной тоже бежит и второго кучу просит. Давай, давай, кушай. Пойду на стену, посмотрю. Пройду через вакики. И все. Вот я опять наснимал. Блин. А ну зато много вам всего рассказал. Такой выпуск откровений. Это, друзья, потому что юбилейчик. Вот я тебя сейчас еще и раздавлю. Чего ты лезешь под ноги? Ну, ну что такое? Ну, понимаешь, что у меня мало еды? Сейчас трудится еще насыпать. Это чудо. Я тебя вроде вообще не знаю, да? Иди сюда. Прискакал оттуда через дорогу. Да блин, дай ей поесть. Это будет сейчас пять куч у меня требовать. И все, и мало будет. Еще за мной все побежит. Не, 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 дорогуша. Не, все. Баста. Все. Не хочешь есть, не надо. Сейчас коты там придут, пойдут все твои. Не надо с невинным видом со мной идти. Жалость вызывать во мне. Все, все, все. Все, стоп. Мартин вышел. Я уже прошел фонтан. Не было его. Ди он был. Узнал меня. Я молча шел. Он меня узнал. Мартин. Давайте я не видел пару недель. Так, идем. Идем кушать. Мартин, иди сюда. Красавчик ты наш, да? Самый модный наш кот по прическе, да? Ну что, удалось сходить в маечку. А вчера, когда я собирался, что я не пошел, потому что только пришел домой, и как пошел сильный дождь сразу, моментально. Если бы я был на маяке, я бы там, там бы, я не знаю, сколько часов пришлось пережидать, пока закончится сильный дождь. Полночи, возможно. Нету здесь. Меркотек на такой день, что все они в засаде сидят, наверное, целый день. По их прогнозу, тоже, наверное, сейчас дождь идет, поэтому они не выходят. Друзья, мира, добра, позитива всем. Надеюсь, интересно было вам послушать. Много вам всего сегодня рассказал. Будьте людьми, относитесь ко всем людям с добротой, и она к вам вернется. Это главное, в принципе. Не будьте такими злобными, такими корыстными, там, и так далее, и так далее. Я, как многие аланийские блогеры, многие из вас их смотрят и знают. Тех, о кого я рассказываю, хороших и плохих. Ну, плохих для меня, для вас они хорошие. Ну, как плохих? Нету они как бы по барабану, по большому счету. Просто я понял, какие они люди, поэтому я такие рассуждения и делаю. По контенту, может, они в сто раз круче меня, хотя так с душой, как мы с вами ходим. Только единицы, пару каналов только так могут гулять, и вы с ними можете, как со мной, так вот наслаждаться прогулками, без всяких сценариев, без пафоса, без понтов. Без понтов и глянца. Все в покассе. Они втроем едут, я видел, в пятером ехали раз. Пацаны лет 20-25. В пятером, можете себе представить, на одном самокате. Напоминаю, что штрафы, даже если вы вдвоем будете на нем, если полиция их сейчас поймает, то родители их потом будут штрафы оплачивать, потому что они маленькие еще. Ну, как маленькие, им там лет около 20. С Новым годом! Ну, а что бы не поздравить еще 16 числа? Не зря же елочка стоит. С Новым годом!